Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнор Жакен. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. В Карагандинском регионе на некоторых автозаправках пропал бензин. Острый дефицит топлива зарегистрирован в Жизказгане и Сатпаеве. Местные водители и автолюбители вынуждены стоять в очереди. А вот что говорят местные чиновники, расскажет Мирамгуль Салкимбаева. У нас очередь на Эсмунае. Аж от поворота собая начинается. Все хотят заправиться. Вот такое скопление машин можно увидеть не только на Жизказганских автозаправках, но и в городе Сатпаев. Здесь самый востребованный бензин марки АИ-92 выдают по талонам. И то строго по 20 литров, а то и меньше. Вот заправка. И вот еще очередь. Сотрудники заправок связывают дефицит ГСМ с уборочными работами на полях страны. С остановкой на плановый ремонт двух НПЗ, а еще с подорожанием бензина на оптовом рынке России. Карагандинские чиновники обещают обеспечить Жизказганцев бензином сегодня. Около 350 тонн бензина уже направляется в город. Однако хватит ли его на месяц, сомневаются и сами чиновники. Тем временем автолюбители города Балхаш жалуются на завышенные цены. Городские АЗС подняли цену до 155 тенге за литр. Хорошо, что у нас нет дефицита, только это радует. Цены повышаются день за днем, мы даже не успеваем углядеть. Однако эксперты не отрицают, что рост цены на ГСМ может продолжиться и тогда, когда два нефтеперерабатывающих завода закончат плановый ремонт своих установок. И при неблагоприятном развитии событий цены на заправках могут сравняться с российскими. Трех детей и двух инвалидов спасли от огня пожарные в пятиэтажном жилом доме на проспекте республики в Караганде. Кроме того, при ликвидации пожара в одной из квартир обнаружен труп мужчины. Всего за выходные дни в областном центре произошло два крупных пожара. Пожар произошел 29 сентября. Прибывшие пожарные обнаружили горение мебели и домашних вещей в трехкомнатной квартире. В ходе разведки сгоревшей квартиры пожарные обнаружили в одной из комнат тело мужчины, владельца квартиры. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники. Причиной пожара послужила эксплуатация электрообогревателя. Кроме того, 1 октября произошел тройной пожар в многоэтажном доме на улице Университетская. На момент приезда специалистов происходило горение газового оборудования и кухонной мебели в двухкомнатной квартире третьего подъезда. Кроме того, при проведении разведки и пожарными выявлено горение подвала того же подъезда. Также было обнаружено горение газового оборудования в квартире шестого подъезда. В ходе тушения пожара пожарные спасли двух детей из подъезда. Кроме того, два пожилых человека также были спасены с применением спасательного колпака. Всего в ходе тушения было эвакуировано 15 человек. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов поздравил учителей с профессиональным праздником. В минувшую пятницу во Дворце культуры горняков глава региона вручил традиционные премии лучшим работникам образования области. Сегодня на плечи среднего образования ложится большой груз ответственности. Это и внедрение полиязычья, и новый казахский алфавит на основе латинской графики, и воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма. Учителя Карагандинской области с этой задачей успешно справляются. Об этом говорил глава региона Ирлан Кушанов, поздравляя учителей с профессиональным праздником. Аким области отметил, что в нынешнем году как никогда произведен масштабный ремонт объектов образования. Мы строим и будем строить современные школы, покупать лаборатории, учебники, инвентарь. В регионах области в этом году начали открываться специализированные школы для одаренных детей. Их со временем будут еще больше. Многие из этих вопросов мы с вами обсуждали на августовском совещании, и по некоторым из них решения мы уже находим. Не хочется в такой праздничный день много говорить о работе. Я сам вырос в семье педагогов, и для нашей семьи этот праздник был одним из самых главных. Он по значимости стоял где-то между Новым годом и днем рождения. Я желаю вам, дорогие учителя, чтобы и ваши близкие относились к вашей работе с пониманием, потому что настоящий педагог принадлежит как семье, так и ученикам. Кульминацией всего торжественного мероприятия стало вручение премии Акима области. Награда отличникам профессии была учреждена более 10 лет назад. В этом году премии удостоены 14 работников образования. В нынешнем году в конкурсе участвовало 204 человека. Размер основной премии составил 500 тысяч тенге. Сумма главной премии в номинации за особый вклад в развитие образования – 1 миллион тенге. В этом году ее обладателем стала Рая Сабитова – почетный работник образования. 70-летняя лауреат всю свою жизнь посвятила педагогическому труду. Прошла путь от учителя математики до руководящих должностей. На сегодняшний день в организациях образования Карагандинской области трудится свыше 40 тысяч педагогов. Из них свыше 5 тысяч являются почетными работниками образования. Праздничный концерт, подготовленный юными и маститыми артистами, стал приятным продолжением вечера. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Четвертый год подряд в Карагандинской области прошел конкурс писателей, посвященный известному писателю-этнографу Ахселеусе Дембеку. В нынешнем году участники представили свои работы в жанрах поэзии, прозы и публицистики. Итоги конкурса подвели в поселке Атасу Жанаркинского района. В этом году отмечается 75-летний юбилей писателя-этнографа Ахселеусе Дембекова. Почтить память у его могилы собрались друзья и родственники писателя. По словам его современников, Ахселеусе читал в себе несколько творческих качеств. Он был журналистом, этнографом, ученым, композитором. Разносторонний человек. Он доводил до конца все, за что бы ни брался, говорит писатель Галымжай Лабай. Он был человеком истории. Как в песне поется, он ушел, когда стал легендой. Он был очень разнообразным человеком. У меня времени не хватит, чтобы все перечислить. Мы будем помнить Ахселеу, читать его книги, чтить его творческое богатство, которое он оставил будущему поколению. Ахселеусе Дембекова. За все четыре года проведения конкурса в нем приняли участие 200 конкурсантов. От них поступило около 800 работ. Я считаю, необходимо рассказывать подрастающему поколению о том, кем был Ахселеусе и Дембек. Как след он оставил в истории. Радует, что с каждым годом масштаб конкурса увеличивается. В жанре поэзии первое место занял преподаватель Карагандинского государственного технического университета Айзадар Ахимжанова. На втором месте студент Каргу Ирик Наррен. Третье место у журналиста Анны Строковой. Она исполнила свои произведения на русском языке. Мятежники, черти, повстанцы, как их только не называли, потребовали забыть, рукописи сжечь, обо всем молчать. В 30-е полные крови им свинец в сердца посылали. Свободе нет ни слова, ни звука. Виновных к стене расстрелять. Я выбрала именно эту тему, потому что там звучит тема свободы. И я считаю, что в каком-то смысле эта тема близка каждому человеку, вне зависимости от его возраста. И поэтому я вдохновилась непосредственно нашими земляками. Очень рада, что получилось у меня быть замеченной в этом конкурсе. Ну и, конечно же, это великая честь, что мы вспоминаем Акселеу Сизимбекова, человека разностороннего. Всем участникам литературно-творческого конкурса были вручены ценные подарки и книги Акселеу Сизимбекова. Гульнур Жакен, Андрей Тен и Жаналипов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Воспитанники школ Жасулан дали свою первую клятву верности. 30 сентября в республиканских школах Жасулан состоялось принятие уланами торжественной клятвы. Воинская присяга прошла в школах Астаны, Алматы, Шымкент и Караганды. Жасулан – это сила. И родители, и курсанты в новеньком обмунировании с трепетом застыли каждый в своем строю. Вот он момент, которого ждали все. Полковник Болгобеков, начальник Карагандинской школы Жасулан, принимает доклад о готовности начать торжества. Сегодня двойной праздник. День принятия клятвы и день учителя. Без высветателей и учителей будущих профессиональных военных подготовить не получится. Святые учителям – это первые шаги благодарности за профессиональную подготовку в общественной и военной деятельности. Основа основ нашего государства – это мир и согласие, единство и стабильность. Вы являетесь будущим нашей страной. Поэтому вы должны любить свою родину, стать ее достойными гражданами. Ваша задача – хорошо учиться, соблюдать дисциплину, уважать и чтить старше. Будьте достойными звания УЛАНа. Символ любого подразделения – это знамя. Его чтут, его берегут, его защищают. Поэтому внос в знамени является основным моментом торжеств, посвященных принятию курсантской клятвы. Это не совсем присяга, но нас родни обязательству воина перед своей родиной. После перевода школы Жасулан в ведомство военного министерства резко возросло количество желающих поступить в военные учреждения. И уже родились настоящие военные династии. Это знаменательный день для нашей семьи, потому что если есть поколение, когда Тарген Матьяр является плановством, то приседал клятвию верности в суд Казахстану, он приседал не только суд Казахстану, но и нашему президенту, он командующему. Я очень рад и горжен, и думаю, весь поколение должно быть. В кульминации торжества стало выступление третьей роты участников военно-патриотических соревнований Айбин. Два года в состязаниях принимали участие только казахстанские воспитанники военных школ. На этот раз соревнования приняли статус международных. В Караганду прибыли курсанты из России и Узбекистана. Третья рота стала второй по военной подготовке. Это не театральная постановка, а действительное умение владеть бойцовскими приемами ведения боя. До мастерства тренера дойти сложно, но все в руках курсантов. Как говорят в военных кругах, не можешь научим. Министерство обороны Республики Казахстан отмечает повышение уровня подготовки воспитанников военной школы ЖАС УЛАН. Когда я учился, в первый класс пошел, у меня уже правило, как это было. Я осознал поступать в эту школу ЖАС УЛАН, она еще была в Суворум, в Крыши. А вот я в этот год поступил, мы договаривались. Сложно было? Да. Отбор какой-то серьезный был? Отбор только, как вам сказать, отбор серьезный был, потому что медкомиссия, физподготовка, все на отличие. За годы обучения УЛАН усваивают основные требования к воинской службе. Познают вооружение и военную технику армии Казахстана. Но, кроме этого, курсанты получают объем знаний согласно программе общеобразовательной школы. Здесь формируются те нравственные и физические качества, в первую очередь морально-психологическая устойчивость, которые должны соответствовать облику офицера 21 века. И если курсанты захотят продолжать обучение в высших учебных заведениях Министерства обороны Республики Казахстан, им будет отдано предпочтение при приеме. В этом году мы приняли 160 воспитанников со всех уголков нашей страны. И сегодня первое торжественное мероприятие посвящается принятию клятвы УЛАНами. Это первый шаг их военной жизни. Ежегодно со всех регионов страны в Республиканские военные школы Жасулан поступает до 100 детей. А многие выпускники Жасулана поступают в высшие учебные заведения стран мира, проходят службу в вооруженных силах и других силовых структурах Республики Казахстан. Многие считают, что слово профессионализм – понятие многосложное. Однако, если говорить по-военному, профессионализм – это правильный отбор людей, способных стать офицерами. Именно этим и занимаются педагоги и военные преподаватели в Карагандинской республиканской школе Жасулан имени дважды Героя Советского Союза Бегетинова. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На азиатских играх в Ашхабаде карагандинский самбист Биембет Канжанов стал чемпионом весовой категории 52 килограмма. Это первая золотая медаль казахстанцев среди мужчин в данном виде спорта на международном первенстве. 29 сентября победителя встречали в аэропорту. Стоит отметить, что в этом году самбу впервые включили в программу азиатских игр. Поэтому наш земляк к этим значимым соревнованиям готовился очень активно, был настроен только на победу. Общаясь с журналистами в Карагандинском аэропорту, Биембет Канжан отметил, что эта награда очень дорога, поскольку только ее не хватало в копилке. Эти соревнования для меня прошли нелегко. Я долго к ним готовился. В финале я встретился с таджикским спортсменом. Раньше я встречался с ним на чемпионате мира, но проиграл ему. А в этот раз я победил. Впереди у меня много планов и есть еще много спортивных высот, которые мне предстоит покорить. Также чемпион отметил, что азиатские игры организованы на высшем уровне. Он также выразил надежду на то, что Ашхабад примет такие игры, как чемпионат мира и Олимпиада. В аэропорту спортсмена встречали не только родные и журналисты, но и земляки. Мы гордимся, что наш земляк достиг таких спортивных высот. Мы специально приехали сегодня, чтобы поддержать нашего чемпиона. Биембет стал примером для подрастающего поколения. Именно благодаря таким героям наша страна известна во всем мире. Отметим, что Биембет Канжанов является действующим офицером полиции. Он родился в поселке Ахсуа-Юлы. Получив высшее образование, служит участковым инспектором в родном регионе, в ОВД Осакаровского района. Бесплодие – это не приговор, а повод действовать. Такое заявление делают специалисты Центра планирования семьи «Соломия». На сегодня разработаны комплексные меры и способы, которые помогут родить здорового ребенка. С помощью специалистов Центра уже многие семьи нашего региона познали радость материнства и отцовства. Олеся Захарова рассказывает, как на протяжении 8 лет они с супругом не могли родить ребенка. Уже не осталось клиник, которым бы они не обращались за помощью. Однако положительного результата все не было. Соседи посоветовали обратиться в Центр планирования семьи «Соломия». Они сами успешно прошли там курс лечения. И вот в 2011 году у Олеси родился долгожданный первенец. А через несколько лет и второй мальчик. Мы обращались в клинику матери ребенка, нам врач сказал, что у нас 100% не будет детей, только искусственное плодотворение. После этого мы приехали к Маке Резуевне, разговаривали с Маке Резуевной. Она сказала, что я вам даю гарантию, что у вас будет ребенок и что все будет хорошо. В общем, так и вышло. Я бы посоветовала этого доктора. Это доктор от Бога. На самом деле она очень целеустремленная. Она идет к своей цели, и у нее много результатов. Даже уже у нас здесь в Тимиртау я знаю много людей, которые пролечились у нее, и после этого лечения родились дети. А жительница Сарани Айман Тен в 2007 году из-за выкидыша потеряла ребенка. После этого не могла забеременеть около 10 лет. Врачи поставили диагноз бесплодие второй степени. Айман рассказывает, что она обрела снова надежду после того, как обратилась в Центр Соломея. С помощью специалистов клиники Айман забеременела. Из-за инсулиновой зависимости врачи настоятельно рекомендовали делать аборт. Но, несмотря на это, с помощью сотрудников Центра Айман родила здорового ребенка. По Караганинской области я, можно сказать, во всех клиниках побывала. Мне ставили везде бесплодие второй степени. Ну, приехали к макерезоне. Как бы макерезонная строгая, но все, как видите, вот сынок долгожданный. Думали ИКО сделать. Муж настоял, чтобы мы ехали сюда. Мы приехали. Макерезонная взяла у нас повторные анализы. Провела много процедур. И все. Назначила нам лечение. Вот мы ездили. Главное терпение. Мы долго ездили. Ну, главное, вот результат. Центр Соломея занимается планированием беременности и лечением бесплодия. Директор клиники рассказывает, что обычно к ним приходят пациенты в тяжелом состоянии. Первая проблема кроется в здоровье семейной пары, а вторая – это уже по части психологии. Именно поэтому в клинике индивидуальный подход к каждому пациенту. Разрабатывается свой курс лечения. И чтобы добиться нужного эффекта, требуется строгое соблюдение назначения врача. Здесь пациенты получают не только лечение, но и рекомендации по профилактике многих заболеваний. Но главное – каждому пациенту здесь относятся с душой. И все эти методы дают многим семьям преодолеть страшный барьер бесплодия. В этом и заключается смысл работы центра. Лечение – это одно, но для пациента очень многое значит, как ты относишься к пациенту. Врач должен любить свою профессию и должен относиться к пациенту так, чтобы этот пациент всегда бежал к этому доктору на помощь. А не так вот – пришли, приговор, не может иметь детей, до свидания, ничего не надо искать, надо обязательно как бы внушить в пациента, что этот человек может родить ребенка. Директор Мака Чачева рассказывает, что в нынешнее время молодежь несерьезно относится к своему здоровью, поэтому у них возникают проблемы. Медики советуют уже с сегодняшнего дня планировать беременность и заботиться о себе. Необходимо также избавиться от мысли, что только женщины могут быть бесплодными. Немаловажную роль в планировании семей играет и здоровье мужчины. Не сказать, что там есть чисто женское или чисто мужское бесплодие. Это редко бывает. Как правило, часть проблемы мужчины, часть проблемы женщины, но в целом не получается беременность. Оказываем мы здесь комплексную, конечно, помощь тоже и психологическую подготовку, и лечение. Центр планирования семьи Соломея начал свою работу в 2009 году. Сегодня здесь есть высококвалифицированные специалисты, обладающие современными технологиями. Пациенты проходят все необходимые обследования и получают качественное лечение. Бесплодие – это не приговор, заявляют врачи. Каждый человек имеет право испытать радость материнства и отцовства. Это доказали герои нашего репортажа. Андрей Тензи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Сарарка вновь засушила игру. Второй матч подряд карагандинские хоккеисты оставляют свои ворота нетронутыми. 30 сентября в Воскресенске наша команда встретилась с местным клубом «Химик». Итог встречи 0-2. Взяв отличный темп со стартовых минут матча, голевые события команды приберегли для второго периода. Первый период запомнился агрессивной игрой с первых минут в исполнении хозяев площадки. Не снизился темп и после перерыва. А ближе к экватору матча карагандинцам удалось открыть счет. Станислав Ольшевский удачно подправил шайбу после розыгрыша, отправив снаряд над плечом голкипера «Химика». 0-1. Хозяева встрепенулись, провели несколько опасных атак, но безрезультатно. Карагандинцы тем временем продолжали владеть инициативой. На 38-й минуте Артур Сарваров забросил в ворота соперников вторую шайбу. 0-2. В третьем периоде «Химик» сумел провести ряд атак, но они также были безуспешными. В итоге Сарарка увозит из Воскресенска полновесных три очка. Комментируя матч, наставник карагандинцев Александр Соколов поблагодарил вратаря Георгия Гелашвили. Следующую игру Сарарка проведет в городе Чехов, где встретится с местной звездой. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аван Соболстер. Редактор субтитров А.Семкин